КОСМОС Каждый день мы видим на небе Солнце, Луну и звезды. Это все части огромного пространства, которое называется Космос. Сколько всего удивительного, необычного и любопытного происходит в мире над нашей головой. Ракеты летят к неизведанному, звезды рождаются и гаснут, а кометы мчатся к новым планетам. Солнце – это самая близкая к нам звезда. По форме Солнце напоминает огромный шар. Солнце такое большое, горячее, что мы видим его и ощущаем тепло. Кроме Солнца в космосе еще есть и другие удивительные звезды, многие из которых гораздо больше. Но они находятся так далеко, что мы можем только наблюдать их в ночном небе. Кроме звезд в космосе есть планеты. Они не умеют светить как звезды, а только отражают свет. Все планеты движутся вокруг звезд и вокруг своей оси. Мы с вами живем на планете, которая называется Земля. Рядом с Землей есть еще планеты. Давай назовем их по порядку. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Всего планет 8. Каждая из них имеет свои особенности. Например, самая маленькая – это Меркурий, а самая большая планета – Юпитер. У Сатурна есть множество необычных колец, а Марс окрашен в оранжево-красный цвет. Все эти планеты движутся вокруг Солнца по своему пути – орбите. Такую семью планет вместе с Солнцем ученые назвали Солнечной системой. Самая важная для нас планета – Земля. Это наш дом – единственная планета Солнечной системы, на которой есть не жизнь. Земля, как и другие планеты, по форме напоминает шар с множеством рек, озер, морей и океанов, горы, равнин, лесов и пустынь. Из космоса наша планета кажется зелено-голубой из-за большого количества воды. Вода и атмосфера – причина жизни на Земле. Что такое атмосфера? Это воздушный слой, который защищает планету и ее обитатели от горячих солнечных лучей, а также от космического мусора и небольших метеоритов. Атмосфера – как воздушное покрывало, которое оберегает нас и обеспечивает необходимым для жизни воздухом. Наша планета Земля настолько мала в сравнении с невероятными просторами космоса, но при этом так прекрасна. Многие планеты Солнечной системы имеют спутники. Ученые думают, что спутники – это осколки, которые образовались при формировании планеты. Спутники движутся по орбитам вокруг своих планет. Например, у самой большой планеты Юпитера – около 63 спутников. У Марса два спутника, а у планеты Земля всего один – это Луна. Луну мы наблюдаем в разное время суток, в основном ночью. Чтобы увидеть спутник Земли, нам не нужен телескоп. Но не всегда мы видим Луну одинаково. Она может быть разной формы – в виде полумесяца или круга. Это происходит потому, что Луна вместе с Землей движется вокруг Солнца и освещается им с разных сторон. Кроме планет в Солнечную систему входят кометы и астероиды. Давай поближе с ними познакомимся. Кометы – это очень яркие и необычные космические объекты, состоящие из льда и пыли. Когда комета приближается к Солнцу, то его тепло сдувает с кометы пыль и газ. Так и получается огненный хвост кометы. Это очень красиво. Кометы не так часто приближаются к нам. Поэтому увидеть это прекрасное зрелище астрономам и жителям планеты Земли удается редко. Астероиды отличаются от комет. Это огромные каменные глыбы, которые могут быть любой формы и размеров. Астероиды движутся рядом с планетами. Так, в Солнечной системе между Марсом и Юпитером расположен целый пояс астероидов. Ученые тщательно их изучают. Ведь столкновение даже с небольшим астероидом для планеты Земля и ее обитателей может быть очень опасным. А что такое метеориты? Это еще одни космические объекты, которые напоминают камни. Метеориты похожи на астероиды и отличаются от них размером. Они намного меньше и летают по всему космосу. Метеориты часто падают на Землю, но мы этого не замечаем. Нас как щитом защищает атмосфера планеты. Но встречаются части крупных метеоритов, упавших на Землю. Самый большой из обнаруженных метеоритов – Гоба. Находится в Африке и весит 60 тонн. Во все времена люди пытались постичь тайной небо. Изучали звезды и планеты, положение Солнца и Луны. Изучение космоса продолжается до сих пор. Сейчас этим занимаются ученые. Их называют астрономами. Чтобы наблюдать за космическими объектами, они используют специальные устройства – телескопы. Но невозможно раскрыть тайны космоса только с поверхности Земли. Тогда ученые начали отправлять в космос животных – мышей, обезьян, кошек и собак. Самый известный из них – собаки Белка и Стрелка, которые в 1960 году отправились в космос, а потом благополучно вернулись на Землю. Так ученые смогли доказать, что полет в космос возможен и для человека. Первым таким человеком стал Юрий Гагарин. 12 апреля 1961 года он отправился в космос на космическом корабле и облетел нашу планету за 108 минут. Космонавт вернулся на Землю живым и невредимым. После своего возвращения Юрий Гагарин стал знаменитым на весь мир. Каждый год в России 12 апреля празднуют День космонавтики в честь первого полета человека в космос. С тех пор все больше космонавтов исследуют космическое пространство. Стать космонавтом может и ученый, и инженер, и человек другой профессии. Самое главное – иметь великолепное здоровье, быть очень выносливым и пройти тщательную подготовку в специальное обучение. Часто на различные планеты, в том числе и на Луну, в космических кораблях отправляют специальных роботов, которых высаживают на поверхность для подробного изучения. Некоторые способны взять образцы почвы и доставить их к нам на Землю, чтобы мы могли их изучать. А другие роботы посетили Венеру и смогли пробраться сквозь ее ядовитые тучи, чтобы ученые нарисовали карту этой планеты. Летающие вокруг Земли спутники, следя за обстановкой на Земле, передают данные о погоде, передвижениях, морских судов и т.д. Спутники также передают сигнал на наши телевизоры и телефоны через антенны, располагающиеся на крышах. И все это уже не фантастика, а реальность. Кто знает, какие чудесные космические открытия ждут нас в будущем. Возможно, мы будем путешествовать между планетами и отдыхать, скажем, не на море, а в другой галактике. Или и вовсе подыщем более комфортную и подходящую планету для жизни. Продолжение следует...